Почему кто-то вылечивается от кандидоза быстро, а кто-то ходит с ним всю жизнь? Откуда берется хронический кандидоз? Почему медикаменты дают временные результаты или вообще ничего не дают? И что можно сделать самостоятельно, чтобы закрыть для себя вопрос с кандидами раз и навсегда? Сейчас коротко и ясно разберем все эти вопросы. Всем привет, с вами доктор Кармацкий, поехали! Все как минимум слышали про кандид, про грибы, про дрожжи, что все это очень плохо, что они даже могут вызывать рак и другие заболевания. Это все возникло потому, что часто в раковых опухолях и прочих очагах воспаления обнаруживают кандид. Значит, естественно, был сделан вывод, кандиды вызывают рак и воспаление. Но вот странность, кандидоз почему-то очень избирательный. Какие-то органы любит, а какие-то полностью игнорирует. Бывает кандидоз кожи или кандидоз желудочно-кишечного тракта. Но, например, не бывает кандидоза лимфоузлов или кандидоза сердца. Еще нас убеждают, что кандидоз развивается из-за сниженного иммунитета. Но тогда люди с так называемым синдромом приобретенного иммунодефицита должны быть все сплошь в кандидозе. Но мы этого не видим. И наоборот, человек с нормальным или хорошим иммунитетом не может десятилетиями избавиться от грибка на пальце. Опять все как-то странно и нелогично. Нас убеждают, что кандиды любят сладкое и молочное. А значит, все дело в рационе. Нужно только убрать вот это вот все из рациона и все наладится. Ну тогда в странах, где употребляют меньше молочки и сахара, должно быть на порядок меньше кандидоза. Но и этого мы опять не видим. Да и вообще я часто привожу примеры по странам. И уже пора понять, что рацион питания не оказывает существенного влияния на здоровье и продолжительность жизни. Если не смотрели, посмотрите мои ролики, например, про холестерин и про хлеб. И опять получается, что с кандидозом все как-то нелогично, не вяжется, не бьется. Все опять как-то мутно, как будто нас где-то снова пытаются обмануть и направить куда-то не туда. Кандид 190 видов. Самая известная кандида Альбиканс. Часть естественной микрофлоры кишечника человека и животных. Мы с нею рождаемся. Это часть нас. У нас с кандидами симбиоз. Как так вышло? Ведь они же типа должны быть врагами. А вышло это следующим образом. Когда-то давно на земле не было людей и животных. Были только бактерии, грибы. Ну и кандиды, конечно. Потом начали появляться первые примитивные существа. Типа кишечно-полосных. Всякие медузы, гидры, потом червяки. Которые интегрировали в себя различные имевшиеся на тот момент микроорганизмы. Можно сказать, что червякам для жизни были нужны кандиды. У них был симбиоз. Со временем существа эволюционировали. Появлялись новые ткани. Появлялись плавники, кости, мышцы и все остальное. А кандиды так и остались навсегда связанными с теми примитивными существами. И червяками и, соответственно, с тканями, из которых они состояли. Ну и состоят. И оказывается, когда человеческий эмбрион развивается внутри маминого живота, он за 9 месяцев проходит все те же самые стадии, которые проходили живые организмы на нашей планете за миллионы лет эволюции. Сначала это было две клетки, потом комок клеток, потом колечко, потом головастик с хвостом, потом как рыбка и так далее. Эмбрион развивается и проходит все стадии от самых примитивных до полностью сформированного человека. И все те ткани, из которых состоят примитивные существа, все эти же ткани есть и у человека. Можно представить это себе следующим образом. Когда-то давно на планете Земля, когда еще даже суши не было, в Древнем океане плавали червяки и прочие примитивные организмы. Затем они эволюционировали, но в тот момент они были крайне примитивными. По сути это был как плавающий кишечник, часть кишечной трубки, у которого есть вход, есть выход, может перевариваться пища. Ну и естественно была какая-то примитивная защитная оболочка. И где-то здесь, внутри всей этой конструкции были, разумеется, и кандиды. И жили они долго и счастливо в мире и согласии. Затем этот червяк, условно говоря, эволюционировал. Появлялись руки, появлялись ноги, появлялась голова и так далее, и так далее. Но вот эта вся конструкция внутренняя оставалась неизменной и есть в неизменном виде и сейчас. Это наш желудочно-кишечный тракт. Плюс, мы сказали, защитные оболочки, вся дерма, глубокий слой кожи. Те же самые ткани, которые были у первых примитивных существ, есть и у нас. И в этих тканях, оказывается, живут кандиды. То есть все вот эти ткани, они проассоциировались с кандидами. И так и должно быть. И это хорошо. И это называется симбиоз. Какие конкретно органы произошли из этих тканей? На самом деле их много. Из вот этого, то, что мы назвали червяком, это называется энтодерма. Из него образовался практически весь желудочно-кишечный тракт. Плюс все эндокринные железы, плюс легкие, плюс матка и так далее, и так далее. А синенькая, которая защитная оболочка, из нее образовались наши защитные оболочки. Это глубокий слой кожи. Дерма, плевра, перикард, брюшина и так далее. Теперь возникает вопрос, откуда берется кандидоз? Ниоткуда он бы не брался, если бы не было никаких проблем. Но, если возникает проблема, какая вообще в принципе может возникнуть проблема вот у этого примитивного червяка? Этих проблем может быть три. Не может проглотить кусок пищи, не может переварить кусок пищи и не может избавиться от переваренного куска пищи. Если есть подобного рода стрессы в прямом, а у человека, естественно, в переносном смысле, не может что-то принять, переварить или избавиться, кишечник, так же как у червяка, у древнего червяка, да или у современного червяка, начинает пытаться помочь человеку, например, переварить неперевариваемую ситуацию. Здесь начинают делиться клетки, чтобы вырабатывать больше кишечного сока, который помогает переваривать или захватывать, или избавляться, или чтобы защищаться. Если, например, есть какая-то атака на человека или на червяка, в глубоком слое кожи начинают расти клетки, чтобы защищаться. Всё логично. После того, как проблема решена, стресса больше нет, переварили то, что хотели, убрали атаку, вот эти вот все наросты, внутри или снаружи, они становятся больше ненужными. И природа всегда старается привести организм к исходному состоянию. Чтобы вернуться к исходному состоянию, надо убрать клетки, которые размножились. И в организме должен быть кто-то, кто помогает их убирать. Какой-то уничтожитель, какой-то микрохирург, кто-то, кто разрушает, какой-то разрушитель. И этот кто-то, это кандиды. Приплывают кандиды, ну, они у нас красненькие, приплывают кандиды, вызывают здесь воспаление, чтобы разрушить ненужные ткани. И этот процесс в обычной официальной медицине и называется кандидозом. Ещё раз. Есть стресс подобного рода, появятся клетки, дополнительные клетки. Прекратился стресс, дополнительные клетки больше не нужны, их нужно разрушить, приходят кандиды. Если стресс постоянный, клетки делятся постоянно, потом они разрушаются, конфликт рецидивирует, кандиды будут работать постоянно, и это назовут хроническим кандидозом. Кроме того, если человек неправильно среагирует на этот кандидоз, начнёт его лечить, избавляться от кандид, начнёт защищаться от кандид, он будет провоцировать новые конфликты защиты от атаки, новые конфликты неперевариваемых ситуаций, таким образом подстёгивая конфликт снова и снова, и мешая природе саморемонтироваться. Должен быть биологический ремонт, биоремонт, да организм самостоятельно всегда ремонтируется, природа всё предусмотрела. И если бы человек действовал правильно и не мешал естественным процессам, разрешил свои конфликты, дальше приходят кандиды, разрушают ненужные ткани, как только ткани разрушены, кандиды успокаиваются и больше активности никакой не проявляют. Вот так должно быть в норме. Но по факту мы очень часто видим, что человек зависает в своих стрессах, зависает в конфликтах, зависает в треках, в напоминалках. Конфликт рецидивируют, а вместе с ним рецидивируют и кандиды. Они снова и снова пытаются выйти на работу и сделать свою работу, доделать её до конца. И это может длиться и 10 лет, и 20, и 30, и 150, и 1150 лет. Без разницы. Это закон. Пока есть причина, будет следствие. Хотите убрать следствие? Уберите причину. Например, кандидоз, полость рта. Человек хочет захватить какой-то кусок. Какие бывают куски? Кусок может быть реальным, хочу какую-то вещь. Кусок может быть звуковым, хочу что-то услышать. Кусок может быть визуальным, хочу что-то увидеть. И так далее, и так далее. В зависимости от того, какого рода кусок, будет реагировать тот или иной орган. Но услышать, значит, будет отит. Увидеть, значит, будет канюнгтивит. И так далее, и так далее. Если кандидоз ротовой полости, значит, речь идёт о каком-то, как правило, материальном куске. Например, я хочу, чтобы мне купили какую-то штуку. Сильно хочу. Здесь растут клетки, чтобы помочь мне этот кусок проглотить. Как только мне эту штуку купили и подарили, клетки больше не нужны, сюда приходят кандиды, начинается воспаление, и это называется кандидозом ротовой полости. Или, например, кандидоз влагалище. Всё то же самое. Так же, как и с ротовой полостью. Хочется захватить какой-то кусок. Если речь идёт о тканях влагалища, то какого рода кусок может хотеть захватить человек влагалище? Конечно же, речь идёт о противоположном поле, о мужчине, о сексуальном партнёре. То есть, конфликт будет называться «хочу секса» или «не хочу секса». И в том и в другом случае будут расти клетки, чтобы помочь захватить сексуального партнёра или, наоборот, помочь от него избавиться. Захватили или избавились. Начинается воспаление, приходят кандиды, начинается ремонт, воспаление, зуд и так далее, и так далее, и так далее. И это будет называться кандидозом влагалища. Будут выделения, будет неприятно. Женщина очень часто реагирует на это конфликтом разлуки, ей же неприятно, плюс конфликтом защиты от атаки, ей же неприятно. Подключается дополнительная слизистая оболочка поверхностная и пошло-поехало по кругу. Неправильная реакция на симптомы и отсутствие правильной реакции изначально на сам конфликт. Или, например, кандидоз кожи. Всё то же самое. Была какая-то атака в прямом или переносном смысле, чтобы защититься, в коже растут клетки. Строится, условно говоря, бронежилет. После того, как атака прекратилась, этот бронежилет больше не нужен, сюда приходят кандиды, вызывают воспаление и развивается так называемый кандидоз кожи. Человек смотрит на свою руку, или на ногу, или на ноготь, на палец, неважно на что, и видит там какую-то блямбу, какую-то фигню, плюс ставится диагноз грибок. Человек сразу же начинает этим местом брезговать. Он воспринимает, как на меня напали грибки, а значит, у него возникает новый конфликт. На меня напали грибки, это снова атака. А чтобы защищаться от грибков, нужны дополнительные клетки. В этой же зоне начинают расти клетки. Днём атака, ночью он лёг спать, ремонт приходит кандиды. Днём атака, ночью ремонт. Днём атака, ночью ремонт. И можно с этим грибком на коже, там, на пальце, или ещё где-то развлекаться 150 лет, и 200, и 300, пока не начнём правильно реагировать на происходящее. Примеров можно приводить очень много. Главное – понять принцип. Если есть причина, начинают делиться клетки. После того, как причины больше нет, конфликт исчерпан, стресс прошёл. Те клетки, которые уже разделились, они становятся ненужными, их надо куда-то убрать. Должен прийти разрушитель. И этот разрушитель в нашем организме – это кандиды. Если полностью разрешить стресс, не реагировать на процесс воспаления, то придут кандиды, зачистят вот эти клетки, успокоятся, уйдут, и больше ничего не будет происходить, и не будет никакого хронического кандидоза. Но обычные люди этого не знают. Вы знаете, поэтому имейте в виду, что нужно правильно реагировать на стрессы, нужно разрешать свои конфликты, и нужно уходить от напоминалок, чтобы эти стрессы не рецидивировали. Поскольку ничего сложного в этом нет, расскажите об этом ролике своим друзьям, перешлите его, чтобы как можно больше людей и получила полезную информацию, потому что тема действительно актуальная. Чем ещё можно помочь организму? Как можно ускорить работу кандид, чтобы они максимально быстро вот это всё отремонтировали? Наш стандартный протокол. Ванна с солью, 1% раствор, соль самая дешёвая, вода комфортной температуры. Лежать чем дольше, тем лучше. Чем дольше, тем лучше, означает буквально, чем дольше, тем лучше. Два часа лучше, чем час, четыре часа лучше, чем два, восемь часов лучше, чем четыре. Желательно каждый день. Если нет возможности лежать, хотя бы нужное место можно полоскать физраствором, либо делать компрессы. Следующий момент. Ремонт – это всегда потеря белка, поэтому белковое питание. Налегаем на все виды белков. Белки могут быть как животного происхождения, так и растительного, не принципиально. Но животного происхождения усваиваются лучше, перевариваются быстрее, и они более полноценные. Но опять же, всё это ускорители уже имеющегося ремонта. Чтобы всё работало, принципиально важно вычислить сам конфликт, разрешить его, и сделать так, чтобы он не мог повториться. Напоминаю, у нас есть три способа решить конфликт. Решить его радикально, уйти от конфликта, или изменить отношение к конфликту, то есть перестать на него эмоционально реагировать. Чем надёжнее, чем проще, тем лучше. И очень важно убрать все напоминалки о той конфликтной ситуации, после которой всё это началось. Потому что напоминалки, как треки, они постоянно работают, они постоянно возвращают человека к той самой ситуации. Конфликт прокручивается, и всё это будет рецидивировать. Ну и вот эта хитрость, про которую я вам рассказал. Если человек на свои выделения, на свои диагнозы, на свои какие-то болячки, воспаления неправильно реагирует, воспринимает их как неперевариваемую ситуацию, или как атаку на себя, конфликт снова будет рецидивировать. А значит, кандиды снова будут приходить, чтобы работать, и это будет продолжаться до тех пор, пока человек не начнёт правильно реагировать на происходящее. Имейте в виду, вариантов конфликтов может быть много. Мы назвали самые основные. Одни органы реагируют на одни конфликты, другие органы реагируют на другие конфликты. Например, на кусковые конфликты будут реагировать печень, лёгкие, ткань поджелудочной, железы матка, эндометрия, и так далее, и так далее. А такие органы, как эпидермис, или слизистая носа, или сердечная мышца, кости, суставы, почки будут реагировать на другие конфликты. Если хотите узнать об этом больше, если хотите реально стать специалистом по своему собственному организму, если хотите знать, как всё это работает, обратите внимание на мой онлайн-курс по доказательной психосоматике, а также есть живой семинар по доказательной психосоматике, я буду рад вас видеть. Изучайте, осваивайте, становитесь умнее, мудрее, здоровее. Всем пока, и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!